новая игра убийца поя и diablo 4 релиз last эпочь клоун рука играю впервые день 1 новое начало да ну нахуй как будто бы это вот серьезный try еще надо добавить в конце точно точно try играю без гайдов советы равно бан язык чата это тут какой-то общий чат будет типа билд уже на старт подобрал конечно ребят конечно я говорю какой у меня будет билд слушайте внимательно один раз пожалуйста повторять больше не буду итак человек воин кузнец двуручный меч сила качать буду интеллект качать не буду вопросы привет можно сказать совет конечно конечно у нас советы приветствуются бро смотри вот фишка моих стримов до в том что мы со старту игры сразу же обсуждаем билды советы какие-то левелинг штучки разные дополнительные это вот такая именно прику о тихо тихо бля то я дядя боббинсон ребята я уже вижу хуету вот это вот не это это не то что я хочу это какой-то маг а у него подклассы еще есть которые закрыты почему-то так ладно давайте обсудим за кого мы ревнем и так страж верный законам грозные в бою страж противостоит несправедливости даже на краю света но это паладин короче перезапусти игру там вышла обнова ребята скажу честно я дикарь вихрь бля чокину варвар через вихрь блять но это не база ли призывает тотем поражающий шипами ближайших противников атака ближнего боя поражающих всех врагов повелитель зверей потом можно шаман друид ну кто тут еще есть да маг блин а кто за мага будет играть олег блять ну реально ребят какой маг на это так маг это просто смешно реально околит ну околит это мобитсон да то есть это будут играть все dead inside так сказать будут играть за тех некромантов призыв скелета и так далее то есть но это нам не надо девочка с кинжалом это вот пока ты молодой до 18 лет убийца танцующая с клинками быстрый класс да паладин с щитом это уже 50 плюс 40 50 плюс то есть это уже такие олды которые под пивасик да страж много защиты попить пиво как бы и так далее вот ребят несколько грыж вам хочется крутиться ебать ваш выбор дикарь вот и все циклы дают возможность начать заново в новой среде списки лидеров обнуляются в наследие можно играть с предыдущим не ну конечно лигу будем играть так режим игры персонажа не получит доступ предметами ресурсом собранным другими персонажами а я смогу торговаться с другими типами в таком случае нет тогда не врубая этот персонаж не сможет присоединяться грубе полу но это в хуйня это у одиночную игру уже делает как бы так режим сложный после смерти персонажа он перестает быть сложным и после воскрешения становится обычным сложно это с одной жизнью я правильно понимаю ну что сложный режим джинс варвар погнали надо качать только main пушку на остальное в принципе эпоху мы можем видеть что происходит во всех камерах в тюрьме сил чисто смотрит на тебя ты на него камеры он не стесняет не могу пробивать никак этих варваров потому что хп очень много моя задача чик и каких-то клириков магов варлоков лучников и на пикене не заезженное начало в лайф а фума роти и досыграет сюжет хуйня бро три секунды посмотрел два слова блять сюжеты мучился а в одессе лагану в сне ура и в ингресс стой и пород блять вот фейт струны пера вы высоту да вас комплект конфликта и внизу с毒 это у нас суть-то и тупо шайма с двойным мультует сфл間 двойным в раме сфлэм зразумелло вот вот им мвли издей из вот кипплаз и до сворту пути идти grati каны дужи потужна были бро это буквально картинки двигающиеся это еще не графика игры это геймплей ты уже крутишься вихрем а чё ты ее защищаешь а я не знаю кстати игра хуета ни копейки мне не заплатили я сам купил куча игра не планирую загружаться или чё а ну-ка у других стримеров то она загрузилась или нет так ладно мы можем пока пойти к это видосе глянуть в принципе пока загрузочка присутствует у нас а я понял я понял чуваки я походу реально друид я за друида и хотел играть так графика на минималках а я даже не смотрел кстати так графика ультра применить изменения так подожди я одного волка могу призвать ваши волки воют чтобы подбодрить вас и союзников а это я призываю волка и за волка еще скиллы могу про юзывать прикольно у меня вопрос почему все мобы падают как метеориты какие-то с неба нахуй вы получили урон выпейте зелье чтобы так зелья на двойку или на единичку такую кнопку зелья инвентарь какие-то тут идолы внешний вид открыть магазин донатить хочу хочу донатить опачки ребят сюжет полетел в руках погибшего гонца вы находите письмо от совета хранителей она адресована вам наши союзники сообщили что ты примешь участие в мирных переговорах война рахье пришла в наши земли нам нужна помощь я хотел быть варваром но стал обычным челом так чоки главное не умереть если чего если чё я участвую в гонке стримеров как бы планирую взять топ-1 так дробящий латун и скипетр имба выпала топорик пока посидит так чё там у нас то бля я даже не успел почитать базовые атаки 098 плюс 10 ближнего урона плюс 3 чары потенциал ковки ну пока короче идем просто ебашимся я думаю нам пояснят обрушить на врагов мощный грозовой шторм если надыгающийся буря попадет хотя бы по одному врагу вы получите storm stack за каждую секунду вы расходите заряд шторма чтобы сотворить чары шторм болт на врага поблизости закажите кучу заряд тендерал сокращается на два процента так ну синька уже падает ребят не зря не зря самое дорогое издание купил правильно так тут я побазарил вроде ничего не пропустил ебать медведь бешеный посидишь медвежонок из то что я ригнул на хардкоре наверно без стрима будет за шквар играть будете говорить что я там какие-то билды насмотрелся волк пока тащит кстати реально волким бам лагон западный бог повелитель моря и бурь полыхающий лес ебать тут уже скорпиончики какие-то начинают наваливать мне интересно понять если тут вообще резисты какие-то что по опасным мобам каким-то и так далее вообще страшилка блин я выбрал варвара гусик я не знаю почему я друид блять я реально не понимаю там походу потом откроется перерождение в друида короче тела настолько буглены что их не опознать погибшие пытались бежать 0 9 ближний бой под на то же самое грубо говоря тут повышается шанс крита она этого булава мне здоровье пополняет при ударе будто бы это поприятнее будет прокачка один в один как в тайтан квесте короче типа я могу и так понимаю выбрать статы либо скиллы прокачивать но почему-то мне не дает тут плюсик нахуярить на статах подожди здоровье за каждое очко увеличает здоровье миньонов 5 процентов качаешь перки качаются статы ага понял гармония за каждое очко сопротивление молнии плюс 3 за каждое очко а скиллы можно будет потом сбросить и другие прокачать типа например ну мне надо ездить за дикаря играть чтобы я потом пересел на шамана например да ну это я просто волка регну и все почему нет 10 здоровье плюс мощность потом переделаем в другой как класс по желанию каждый раз когда я вижу какие-то такие вот диалоги мне мобильные игры вспоминаются вот это вот когда вылазит окно такое на момент его прибытия там была семья мы рассказываем что интересно ответы на что-то влияют я просто помню когда первый раз в гримдаун играл я думал что ответы ни на что не влияют диалогах короче и там случайно чувак спалил свой дом блять с семьей своей в первом акте опа плюс спутник найс наваливают лютейший кам только уже натыкал на плохую концовку да в смысле все четко у меня даже уже кент появился дядя боббинсон так парни кто в игру играет продам огромную булаву камня 450 золота спишемся в первом городе так походный посох это трэш пока что у меня уже эпический посох и пизде мне интересно мне дают какие-то рафланы дополнительные за то что я купил самый дорогой пак какую-то косметику возможное что-то прикольное тебе дали два скина ну а как их эквипнуть а о подожди вот появится позже после выхода обновления 10 ясно скам ебаный но зато у меня будет два набора прикольно а разве 1.0 не вышел не ну так между нами это сейчас мы не в 1.0 играем ебать ты чё скотина видели сколько она мне урона нанесла алло разработчики я на ноудэзи это старт игры так чуваки что-то что-то страшное если я умираю на ноудэзи я расстроюсь как минимум ой-ой-ой имбушечка кольцо на уклонение и на хп на ноудэзи это грязная грязь это грязная грязь на ноудэзи уклонение дает само кольцо уклонение дает афикс и здоровье еще сверху жизнь это же духа уже началась так чары я пока со щитом буду бегать мне кажется он больше защиты мне дает чоки я еще кстати люблю вот всю карту зачищать не знаю как вы к этому относитесь по мне нравится прямо каждый каждый угол осмотреть скажем так вы можете выбрать до 5 специализированных навыков для этого нажмите на доступную ячейку специализации в верхней части экрана ячейки открываются по мере получения новых уровней специализируя навык будете получать очки которые можно потратить на его усиление так что усилим как будто бы надо волка усилить но это тем мне нравится сколько урона наносит на двигающийся буря я не понял я пока правой кнопкой просто клацаю а тут пука пацаны тут у каждого скилла у каждого скилла своя ветка прокачки вот а фак это как вообще не это жесткая затерии за тесте буря на w да я тестил вроде нажимал на прикола не уловил так давайте волка возьмем волк наносит повышенный урон допустим так а я уже походу тотем прокачал да что у меня висит сверху можно поменять тотем на волка или уже все вы можете иметь дополнительно активные тотемы на призыв тотема будет требоваться экстра мана ладно хотите качать тотема пускай будут тотема базара нет так и тут еще плюсик но в тотем могу не пока не могу вкачаться тут дальше волка идем нормально чоке вы думаете бляда он хуйню качает но посмотрим на мощь моего билда через 14 минут справа сверху сбросить а там она походу тратит поинта она ща посмотрим любом случае мне нравится то что я делаю это серьезный нд там же была сложность после смерти на норм ставится и дальше играешь но я-то дальше играть не буду если я умру я либо нового перса сдам либо ну в новую игру пойду играть то что в такие игры только на на у дэзи надо играть на хардкоре имеется ввиду бля это босс ребята вопросы будут вопросы будут мне бы продаться какой-то магазин найти я не знаю так а вот и первый город может здесь встретим каких-то игроков фу чё это за хуйня у него на спине так выглядит грыжа так поговорите с хранителем линой в лагере хранителей картошка прорастает а тут еще как в crusader kings типа может испарить карту разных эпох а в чем прикол конец времени она я пока в священной эпохе вот тут арена есть интересно ты когда на арене умираешь у тебя персонаж удаляется или нет или это типа ну просто можно пофайтится но я думаю вряд ли это синька есть смысл ее другим игрокам продавать поэтому посидит пока 11 процентов физического ущерба повышение урона спутников покупаю можно вкладки создавать коллекционировать предметы прикольно так там внизу у нас присутствует мозг приветствую я могу исправить ошибки прошлого за скромную плату перераспределить навыки можно ну я из тех людей которые идеально собирают билд с первого раза поэтому мне не придется перераспределять навыки блин у меня начинает поднывать немного я щас чаки вы готовы к моему супер комплекту максимального расслабонное просто корси это уже мало как бы сейчас дядя бубенцы это нужно для того чтобы вперед не прогибалась шея типа фиксировалась мне ничего недоступна почему-то пожалуйста обратите внимание что кистические предметы недоступны экипировать косметику а подожди ну давайте решим какая мне больше нравится а где разница портал какой-то особенный донатер зашел в игру ребята убери питомцев они лишние если честно чувак ну да я понимаю я понимаю я что ты завидуешь да что у меня расширенная вип издания gold extra плюс ну блять извини не ну я не знаю может пойти в первую локу качаться туда вроде заходила олен как здоровье здорово ну как видишь все отлично да я нажимаю но не пускает пойду в альбион играть нахуй медом заснайпят захуярит я расплачусь его фно не на это вообще не смешно я реально жду уже минут десять наверное потому что чуваки у меня появилась идея может быть они не пускают потому что я диалоги проскипал типа они намекают что надо все прочитать чтобы понимать что делать но в самой локи нормально все работает они не дают мне выйти просто и все чат подскажите пожалуйста чит код чтобы войти в крепостные сады семку что норм игруля здорово узи мол игрушка топ у меня есть пес вот так может пока я не знаю какие-то скиллы почитаем так стива игра недоступна почитайте новости обновлениях перебоях в работе многопользовательской игры помогло вроде в игру теперь вообще не заходит сколько раз какая-то новая игра выходит и каждый раз куда-то не заходит все глючит никаких присоединений да я делаю рефанд возвращаю деньги все даже этот метод не сработал короче так ну игра по фастику убила диаблу и в принципе принципе этого достаточно ребят вот и